Еще раз, мы пришли к первой лекции, что такое кинематика. Кинематика. В этом разделе мы будем изучать механическое движение. Это изменение положения тела относительно других тел с течением времени. Основная задача механики – это определить положение тела в любой момент времени в зависимости от координат и от тела, относительно которого мы будем искать это положение тела. Вот мы видим собачка, как пробежала. Система отчета состоит из тела отчета. То есть мы определили, что все движение относительно у нас, относительно Солнца, относительно Земли, относительно чего-либо еще. Если, допустим, мы едем в автобусе и держим в руках арбуз, то относительно нас этот арбуз будет неподвижен. Но относительно тех людей, кто остался на остановке, и мы, и я, который держит арбуз, и сам арбуз, будет двигаться вместе с автобусом. Также, если, допустим, рассмотреть более сложный случай. Если, допустим, мы едем в автобусе, и я случайно уронил арбуз, и он покатился по салону автобуса, то относительно меня он тоже движется. Относительно людей, которые остались на остановке, он тоже движется, но в автобусе. В данный случай требуется уже более детального анализа. С какой скоростью относительно тех людей, которые остались на автобусной остановке, будет двигаться данный арбуз. Кинематика. Что такое кинематика? Это раздел механики, который отвечает на вопрос, как движется тело. То есть мы не ищем причины его движения. Мы просто описываем его движение, как оно ищет. Мы видели, как пролетел шарик. Давайте посмотрим еще раз. Допустим, он пролетел из точки А в точку Б. И вот перемещение – это вектор, который соединяет начальное и конечное положение тела. А диектория – это линия, по которой движется данное тело. То есть линия, по которой он прошел это движение. А вектор всего лишь соединяет начальное положение. Мы его будем обозначать в начальное положение х, 0, и конечное положение. Допустим, мы будем обозначать х, 1. Если мы рассмотрим вдоль оси х, будем рассматривать движение вдоль оси х. Траектория – линия, по которой движется тело. Путь – это длина траектории. Путь, который прошел тело – это длина траектории. Но ни в коем случае это не длина самого вектора. Это длина траектории. Значит, линия, которая описывает материальная точка при своем движении, еще раз называется траекторией. Это нужно запомнить. Линия, которую описывает материальная точка при своем движении, называется траекторией. Вы поняли, запомнили, что такое траектория? Все хорошо. Например, траектория конца часовой стрелки. Вот, все знают часы. Здесь 12, здесь 3, 6, 9. И траектория стрелки это и будет. Руковая линия траектории стрелки. Допустим, если мы возьмем какой-то карандаш и кончик карандаша, то есть линия, которую он оставляет на бумаге, это тоже будет траектория, траектория движения. На снегу можно видеть траекторию. Допустим, траектория лыжни и в зависимости от траектории, платформы траектории. Пусть она прямая линия, пусть она круглая, пусть она зигзообразная линия. Движение не делит. Она прямо линейная, пусть по прямой. Прямо линейная траектория. Прямо линейная. И криво линейная траектория. То есть кривая линия, кримая линия. Кримая линия, криво линейная, кривая линия. Любая кривая. Траектории движения тела в разных системах отчета могут быть разными. То есть в зависимости от того, какую систему отчета мы примем. То есть от чего мы будем читать систему отчета. Так, если, допустим, в безветренную погоду из окна вагона поезда наблюдается за дождем. Вот мы едем, допустим, в коезде, представляем, наблюдаем за траекторией капель, которые падают у нас в коезде. Вот коезд едет. И, допустим, падают капли. Капли остаются на конных стеклах и подвижного поезда. Ровный, да? Ровный. Но когда поезд будет двигаться... Двигаться будет поезд. Что это? Это поезд. 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 Автобус. Поезд. Извините, я не понимаю, о чем вы говорите. Это поезд или автобус, который движется. Вот на него падает сверху дождь. Дождь. Дождь идет. Капли. Дождя. Он просто стоит. Дождь. То есть поезд стоит, движется, стоит. Стоит поезд. То есть по линии этого дождя, они будут падать ровно. Когда он только будет двигаться, со скоростью двигаться, то линии эти, они сразу окажутся наклонными, эти линии. Когда он будет двигаться, то эти линии от дождя, они будут наклонными. Это и показывает, относительно которого система измерения мы берем, относительно двое и будем считать. Вот длину участка вот этой проектории, которая материальная точка прошла за данный промежуток времени, называют пройденным путем или путь. Движение также и применять и векторную величину. Перемещение. Вот о чем мы с вами говорили. Перемещение называет вектор, проведенный из начального положения в конечное его положение. Теперь мы рассмотрим следующее. Поступательное движение, при котором траектории всех его точек сохраняют. Мы рассматриваем прямолинейные, поступательные движения. Вот возьмем вектор. Первый вектор. Второй вектор. Видите, все видят вектора фиолетовый и розовый. Вот мы возьмем два вот этих вектора. Вот если мы возьмем два этих вектора, по результирующей их, если они направлены в одном положении, то есть этот сюда и этот сюда. это будет сумма данных векторов, сумма векторов, то есть результирующая будет суммой f1 и f2. если же вектора направлены в разные стороны, то есть этот вектор f1 направлен в одну сторону, f2 направлен в другую сторону, то результирующая будет разность векторов. Поняли? Да. Хорошо. Потому что многие это забывают, когда будут большие формулы, связанные с векторами. Это очень важно помнить. Теперь мы поговорим о сложении векторов. Вот, допустим, у нас есть два вектора f1 и f2, которые находятся друг к другу перпендикулярно, то есть 90 градусов, под 90 градусов. И чтобы найти результирующего вектора, сложить эти два вектора, мы должны использовать следующую формулу при угле альфа равной 90 градусов. Данная формула при векторах, которые друг относительно друга. На другом угле, например, угол альфа, который равен, здесь, допустим, 60 градусов, чтобы найти результирующую силу, нужно сложить корни данных векторов f1 и f2 по модулю, умножить на косинус угла b или на альфа на 180 минус b. То есть если у нас альфа равен 60 градусов, то бета будет равна 50 минус, будет 120. Ясно, да? Понятно, да? Все поняли, как складываются вектора? Поняли? Все поняли, как складываются вектора? Есть вопросы по сложению векторов? У кого есть вопросы по сложению векторов? У кого нет вопросов? Ладно, перейдем к вычитанию теперь векторов. Теперь как вычитается вектора друг относительно друга? Возьмем вектор, допустим, вектор f1. Вот он, f1. Видите вектор f1? Да. Да. И вектор f2, который направлен в другую сторону. Нам нужна разность этих векторов f1 и f2. Для того, чтобы найти разность векторов тех, которые направлены по одной оси х, нужно сложить эти вектора, которые направлены в разные стороны. То есть вот этот вектор результирующий. Это сумма f1 плюс f2. Если же вектора направлены в одну сторону, f2 направлены сюда, f1 направлены сюда, то результаты вычитания векторов будут результаты данной вычитания. Я записываю встречу. Был вопрос в чате. Я записываю встречу. Если вам необходимо, я сейчас могу и Трис вам попробовать дать тоже разрешение. Но в этом необходимости нет, потому что встреча у нас записывается. Разрешение я вам дал, Трис, на запись данного вебинара. Спасибо вам. Спасибо очень. Так, следующее. Учитание векторов. Теперь мы рассматриваем вычитание векторов, которые лежат не на одной оси, а в разных осях. То есть в оси Х и в оси У. Посматриваем при угле в 90 градусов. Результирующая будет равна f1 минус f2. Чтобы найти результирующий вектор, нам нужно сложить по модулю квадраты f1 и f2 и взять значения в при. В другом случае, если, допустим, мы возьмем вектор f1 и f2 будут относительно друга располагаться не на угле в 90 градусов, а, допустим, в угол 60 градусов. Чтобы найти результирующую силу этих двух векторов, мы должны будем взять f1 по модулю в квадрате и f2 по модулю в квадрате минус двойное произведение в плюс двух векторов умножить на f2 альфа. Ясно вам? Вы поняли? Да, да. Хорошо. Да, 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 да. Теперь начнемся умножение векторов на скаляр. То есть мы берем векторную величину. Самой распространенной и легкой векторной величиной является скорость. Мы берем векторную величину f1 и умножаем ее на скаляр, значение а. И это значение а является положительным, больше нуля. Положительными 1, 2, 3, 4, 5. И чтобы умножить векторное значение на скаляр, то есть простое значение без вектора, мы должны взять по модулю f1 по модулю равен f0 умножить по модулю на скаляр. Все здесь просто. Чтобы найти f2 при значении скаляра меньше нуля, мы должны взять по модулю f2 f0 умножить на b, которое равняется меньше нуля. И мы получим значение f2 по модулю. Понятно? Хорошо. Идем дальше. Проекция векторов. Вы всегда будете откладывать проекты векторов. При обучении в нашем ВУЗе вы будете строить графики. Графики в трехмерном и двухмерных осях. Допустим, y и x есть двухмерная ось, но также будет и трехмерная ось. Но сначала начнем с двухмерных осей. у вас будет, допустим, проложен вектор а. И вы должны будете проложить ось на ось y и на ось x. Что для этого нужно? Опустить перпендикуляры на каждую из осей начальной точки 1 и 1. Также опустить перпендикуляры на ось x второй точки и на ось y второй точки. И данная разница между x1 и x2 будет проекцией на ось x. Разница в начальном положении и конечном положении, проекцированной на ось y, будет разница в проекции x. Чтобы найти модуль, то есть длину вот этого данного вектора а, длина его, нужно взять корень x2 в проекции на ось x и проекцию на ось y. Понятно? Да. Хорошо. Теперь мы перейдем к рассмотрению прямолинейного равномерного движения. Что такое вообще равномерное движение? Это такое движение, при котором тело за любые равные промежутки времени… Приказователь, один минуту я пишу. Ага, давайте. Хорошо. Вопросы какие-то? Так. Равномерное движение – это такое движение, при котором траектория – это прямая линия. То есть мы относительно одной оси, прямой линии относительно оси, допустим, берем оси x. Простейший вид механического движения – это самый простейший вид механического движения – равномерное прямолинейное движение. Равномерным прямолинейным движением называют движение материальной точки, о которой мы с вами говорили, при котором она за любые равные промежутки времени совершает одинаковые перемещения. движение. Обратите внимание на данную тележку, как она сейчас будет двигаться. Вы видите, она движется равномерно, с одинаковой скоростью, без ускорения, без замедления. Она движется с одинаковой скоростью. Вы поняли, да? И вот приблизительно равномерным прямолинейным движением мы можем читать, если взять наш, допустим, мир, реальный мир. Движение парашютиста с раскрытым парашютом. То есть, когда парашют вкладывает, парашютистом. Парашют. Парашютист. А здесь где-то самолёт. А ведь смотрим на двенадцать. На двенадцать? Да, да, да. Будет запись этого вебинара. Спасибо. Я вам отправлю запись данного вебинара. И вы сможете его пересмотреть, если вам будет в этом необходимость. Также я вам отправлю данную презентацию, которую вы также сможете посмотреть дома. Понятно? Я вам отправлю её в WhatsApp на вашей личной почте mile.ru. Хорошо? Хорошо. И вот приблизительно равномерным движением является парашют. Когда он уже опускается на парашюте вблизи поверхности земли, когда он выпал уже из самолёта, и мы не считаем при этом, конечно, ветер. И, допустим, мы можем считать равномерным движением это движение экскалатора метрополитена. То есть, экскалатор, который в метро спускается. Движение разных тел отличается быстротой. Допустим, улитка, она ползёт медленно, самолёт идёт. Для количественной характеристики и быстроты движения вводится понятие скорости. Скорость, которая обозначается у нас буквой скорость. Это векторная величина. Скорость. Ещё раз смотрим на тележку, как она движется равномерно, прямолинейно. И вот мы здесь видим скорость. Скоростью равномерного прямолинейного движения называют физическую величину, равную отношению перемещения тела, перемещения тела, перемещения тела, по времени, время, времени, за которое оно совершено. То есть, за сколько времени данная тележка переместится на расстояние S1. Скорость – это вектор, она векторная величина скорости, направление которого при прямолинейном движении совпадает с направлением вектора перемещения. При равномерном прямолинейном движении скорость постоянно по модулю и направлению. То есть, она постоянно, она является константной. Вот мы здесь видим другую тележку. Так как это движение равномерное, то скорость на каждом из участков из пяти участков будет одинаковой. Данное расстояние тележка будет преодолевать за одно и то же время t. В секунду, да, допустим, в секунду. И вот здесь t будет одно и то же, одно и то же t. И когда мы можем сказать, что S2, вот это все перемещение S2, оно будет равняться произведению v, вот этого общего v, на время t2. Время t2. Или же мы его можем найти как v, скорость, ведь она постоянно, умножить на 5t1. То есть, в итоге мы получим, что данное S2 равно 5s1. То есть, что и видно на рисунке. Раз, два, три, четыре, пять. Понятно, да, при равномерном движении? Да. Почему? Почему? Пожалуйста. Пять почему? Потому что тележка проходит одинаковых пять расстояний. Одно, один, одно расстояние, два расстояния, две расстояния, четыре расстояния, пять расстояния. Одно расстояние, это S1, 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 S1. Плюс S2, плюс S3, четыре. Да. И это равно 5s1. Понятно? Да. Да, да, спасибо. Теперь рассмотрим прямолинейное и равномерное движение тела в другой плоскости. Мы видим, что, допустим, vx перемещается относительно оси x, а v перемещается относительно двух осей. И мы видим, что при перемещении мы откладываем перпендикуляры на ось x, чтобы найти точки начала координат и конца координат. И мы видим, что v мы же можем найти, как s делить на дельта t. Да, vx в этом случае, vx будет равно s x делить на t. vx равна x минус x нулевое. А t дельта t, то есть начальный момент времени минус конечный. Дельта t это t минус. Дельта t минус. Дельта t минус. Дельта t минус. Понятно? Поняли, да? Да. Да. В этом график. Что график? Повторите вопрос. Это график. Да, да. Это график. Вы хотите перерисовать его график? Да, да. Хорошо. Так, смотрим дальше. x равен x нулевое плюс s. То есть из этого же уравнения следует, что s x плюс… Потому что мы же приносим его сюда. x нулевое равно x. x. Да. То же самое. s x – это vx умножить на t. vx умножить на t. Это вот же отсюда следует, да? t умножить на vx равно s x. Тогда мы можем подставить s x вот сюда. И получим данное выражение. Общее. Общее выражение. Вот мы получили формулу. Мы ее запомним. Это формула 1 у нас будет. Формула 1. Запомним. Следующее. Скорость. Что мы уже с вами рассматривали? Тележку. s1 и s2. Прямолинейное и равномерное движение тела. Мы видим, что скорость, она постоянно константа в зависимости от времени. То есть сколько бы времени ни шло со временем, эта скорость не изменяется. И через 1 час, и через 1 год, и через 5 лет она будет. Скорость – это постоянно при равномерном движении. Видно, что, допустим, если мы смотрим скорость v1 в системе координат, то проекция, опускаем проекцию, будет v01 до x. Также скорость может иметь и отрицательное значение. v вектор может быть так и больше нуля, так и v вектор может быть и меньше нуля, в зависимости от направления движения. Это больше нуля, это меньше нуля, потому что оно смотрит сюда, а это сюда. Также мы видим и на этом графике, что начальное положение координат x, а конечное, допустим, x3. и что x3 минус x нулевое 2 будет меньше нуля. В этом случае x0 и x4 будет x4 минус x0, а 1 будет больше нуля. Значит, мы понимаем, что значение величин x, x нулевое и vx, vx может быть как положительным, так и отрицательным. То есть со знаком минус и со знаком плюс. И в зависимости от направления вектор скорости тела относительно выбранной оси и положения точки начала отсчета на ней. То есть если мы выбираем точку начала отсчета x нулевое, то мы смотрим и берем за значение x, ось x, то мы смотрим, оно движется в положительном значении или же в отрицательном. То есть здесь, допустим, там 2, здесь минус 2. Это движется от минус 2 до нуля, то есть в положительном значении, и это в отрицательном. 2 к нулю в отрицательном значении. Уравнение, вот данные уравнения, они описывают уравнение прямолинейного движения. Вот данное уравнение – это уравнение прямолинейного движения, которое мы запомнили. Оно позволяет определить положение тела в любой момент времени. То есть мы можем узнать положение тела x в любой момент времени, зная его начальное положение, зная его скорость и время, за которое оно переместилось из положения x0 в положение x. И вот это уравнение, оно позволяет нам решить основную нашу задачу, решить основную задачу механики. То есть определить положение тела в любой момент времени. Вот зависимость между координатой тела и временем его движения может быть выражена также вот, и мы выразили их графически. Уравнение показывает, что зависимость x от t линейна. Трафик этой зависимости, вот они изображены, что зависимость линейна. Нам позволяет найти и перемещение, и все остальное. Мы видим в данном рисунке, что у нас есть постоянная скорость, которая постоянно константа в отношении времени. Константа. Мы знаем, что площадь прямоугольника, допустим, а и б, площадь равна а умножить на б. Умножить в. Да, да, на б. И вот здесь тоже самое. Чтобы найти sx, мы умножаем vx на b и получаем данную формулу. Мы увидели, что с помощью графика мы можем найти перемещение тела за время t, что оно равно площади фигуры под графиком в зависимости скорости от времени. Ну вот, с помощью данной формулы, мы ее тоже запоминаем, это формула 2, напомните. То мы можем найти перемещение тела за время, зная его скорость, и вывели эту формулу с помощью данного графика. Дальше, прямолинейное движение и равномерное движение. Мы используем уже эту формулу 1, это у нас формула 1, если вы помните. Вот, и то же самое мы используем формулу 2. Это x2, x2, вот точка x2, а это точка x1. Как найти вот эти точки? Чтобы найти вот эти точки, зная скорость и зная время, на которое оно перемещено, мы можем найти данные точки. Это время встречи. Время встречи, когда два наших объекта встретились при этом времени. А это соотношение встречи, то есть когда два объекта наших встретились. Мы знаем, что в какой-то промежуток времени, в какой-то ТВ встречи данные, что они имеют одинаковое положение. Значит, мы их можем приравнять. И, то есть подставив правые части, тоже они равны между собой. Вот, и мы подставили, что они равны между собой. То есть время встречи двух материальных объектов – это разница между их начальными положениями, деленными на сумму скоростей. Вот, допустим, мы решили с другом нашим, френдом, встретиться возле парка. И вот мы говорим, что как же нам найти ту точку, когда мы встретимся. Мы знаем оба, что мы идем с определенными скоростями. Чтобы найти время нашей встречи, через сколько мы с ним встретимся, мы просто должны разницу наших начальных положений на одной оси поделить на скорости нашего перемещения. Теперь коснемся вопросов средней скорости. Как вы видите, данная тележка движется с разными скоростями. Сначала она движется быстро, потом медленно, потом опять быстро. Давайте посмотрим еще раз. Быстро, медленно и быстро. Мы видим, что на данном участке… Данный участок – С1, следующий участок – С2. И следующий участок – С3. Мы должны найти среднюю скорость на вот этой тележке, среднюю скорость, которой она двигалась. Мы знаем, что есть С общее, что это С общее, это она равняется С общее. Это С1 плюс С2 плюс С3. С общее. И чтобы найти среднюю скорость данной тележки, мы должны С полное поделить на С. С полное. То есть С1 плюс С2 плюс С3 поделить на общее время. Это мы находим С среднее. Теперь прямолинейное… Приходим… Это было прямолинейное равномерное движение. Понятно, да? Все. По прямолинейному равномерному движению есть вопросы у вас? Нет. Теперь переходим прямолинейное равноускоренное движение. Равноускоренное движение – это движение, при котором скорость тела за равные промежутки времени меняется одинаково. Понятно, что она меняется одинаково. То есть она возрастает. Одинаковой скоростью она возрастает. Ускорение – это величина, равная отношению изменения скорости к промежутку времени, на которое это изменение произошло. Изменение скорости у нас – дельта. Мы видим, что одно – это А, второе – это В. Мы видим, что ускорение – это ускорение можно поделить В, разницу, на С. Из этого выражения мы можем получить следующее выражение. В равно АТ – это наше третье выражение. В равно В нулевое плюс АТ – это наше третье выражение, которое тоже нужно вспомнить. В чем измеряется ускорение? Мы знаем, что эта скорость измеряется в метрах, метр на секунду. А Т измеряется тоже на секунду. Это у нас метр на секунду. Это на секунду. В первичном определении получается, что измерение – метр на секунду в квадрате в системе отсчета С. Фемолинейное равно ускоренное движение. Также оно может быть как положительным, так и отрицательным в значении. Ведь ВХ может быть больше В нулевое Х, так и ВХ может быть меньше В. Разница скоростей. Филипп на Т – мы получили данное выражение. Мы знаем, что А может быть как положительным значением, так и отрицательным, взятым по модулю. В зависимости от того, как и куда движется данное тело относительно оси, которую мы взяли. Относительно оси Х. Как же вывести теперь нам перемещение? Вот в прошлом мы вывели перемещение при равномерном движении. А как же нам получить выражение при равноускоренном движении? Мы берем трапеция, две грани у нее, параллельные друг к другу. Берем и подставляем формулу С равно ВТ при равномерном движении. То есть это разница на среднее В среднее на С. А В среднее равно ВХ плюс В нулевой Х. И мы видим, что мы можем получить данную формулу. Также мы до этого получили вот эту данную формулу. Мы можем определить значение конечного нашего скорости, если мы знаем ускорение, время, которое из этой скорости изменилось, и начальную скорость. Теперь мы можем вот эту ВХ подставить данную формулу. И получим следующее выражение. В нулевое Х плюс АТ плюс В нулевое Х. Длит на 2 умножить на Т. Закратив 2, мы получим выражение для примечения нашей точки. Тоже это нужно обязательно запомнить. Средняя скорость, мы поняли, что она вычисляется за определенный промежуток времени. Поэтому даже для одного и того же движения она может быть различной, если выбирать разные промежутки времени. Например, средняя скорость велосипеда, проехавшая по треку. У меня есть вопрос. Я лучше. Да, да, давай. Есть вопрос? Откуда взял букву А? Буква А? Вот. Буква А. Ускорение. Вот. Буква А. Это ускорение. Это разность скоростей между конечной скоростью и начальной скоростью, деленное на время, за которое эта скорость изменилась. И вот в дальнейшем мы используем, что АХ равно изменению скорости, деленное на время изменения этой скорости. И вот здесь мы уже получили это выражение. Понятно? Да, спасибо. Откуда Исерида? Что, что, что? Исерида откуда? Откуда что А? Плохо слышно. Ускорение. Ускорение. Ладно. Идем дальше. Изменения. Что, что? Задавайте вопросы. Ускорение. Не слышно. Напишите в чате. Напишите. Не слышно. Вот. График. График данного уравнения, которое мы получили в предыдущем случае. Вот оно. Мы получили его. Выявили это выражение в предыдущем случае. График данного выражения выглядит следующим образом. Как гипербола. 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 Из него мы знаем, что СХ равно Х минус Х нулевое. И отсюда мы получаем данное выражение. Поставив данное выражение место СХ, мы получим следующее выражение, с помощью которого мы можем определить значение конечного положения предмета в зависимости от его начального положения, его начальной скорости, времени, ускорения, времени изменения ускорения, деленное на 2. Вот здесь также показано другой вывод формулы, с помощью которой мы сможем получить данное ускорение. Мы знаем, что АХ, ускорение наше, равно разность между скоростями, деленное на время изменения данной скорости. Подставив данное АХ в выражение, вот в это выражение, мы можем сразу посчитать, что и как будет. Здесь понятно все? Поняли? Это выражение мы тоже можем запомнить. Запомнить. Следующее. Мы видим, что одно из описываемых движений… Да, Идрис, я вам пришлю книгу, но не книгу, вот эту презентацию. Всем вам я пришлю эту презентацию, которую я сейчас показываю. Писал самим. ВС среднее. Мы говорили, что ВС среднее, но мы определяем его… Вот, ВС среднее. ВС среднее. Это сумма всех перемещений, деленная на сумму времени. ВС среднее. ВС среднее. ВС среднее. ВС среднее. Хорошо, спасибо. Оно единица. Больше, больше, больше. То есть с каждым последующим времени перемещение изменяется за одинаковое время. Увеличивается. За одну секунду, допустим, оно 1 метр. За вторую секунду уже 3 метра. За третью секунду уже 5 метров. За четвертую уже 7 метров. На этом у нас теоретическая часть по равноускоренному и равномерному движению закончена. Если у вас вопросы, после вопросов мы перейдем к решению задачи, к практике непосредственно. Есть вопросы? Ну, если вопросов нет, мы переходим к практике. Нет, нет. Сейчас я открою практику. Мы с вами начнем решать задачи. Как же задачи будут ваши и домашние задания, которые я вам отправлю позднее на ваши почты. Что такое вообще решение задачи и для чего она нужна, вот в кратком таком обзоре. Что такое расчетная задача вообще? Расчетная задача называют задачу, в которой необходимо найти физическую величину, получить ее числовое значение или математическое выражение в виде формулы. Например, какой путь пройдет автомобиль, движущийся по прямолинейному шоссе со скоростью 72 км в час в течение 30 минут. Задача требуется найти значение физической величины и путь, которую мы с вами рассматривали. Какие еще бывают задачи по физике? Качественная задача – это задача, в которой требуется изучить, исследовать какое-нибудь физическое явление или поведение объекта с телом. Например, в какой участок пути автомобиль должен двигаться с большей скоростью, чтобы все участки проехать за одинаковые промежутки времени. Скорее всего, это B, C. Какие еще бывают задачи по физике? Графические задачи – это задачи, в которых решения надо найти с помощью графика физического процесса. Два автомобиля движутся по прямолинейному шоссе на встречу друг к другу. Графики и их движения приведены на рисунок. Определите с помощью этих графиков время встречи координату местного движения. Вот мы и можем определить, что это 30 минут. Координата движения будет 30 километров. Какие еще бывают задачи по физике? Экспериментальные – это задачи, при решении которых необходимо выполнить физический эксперимент. Например, зная свой рост, оцените среднюю скорость падения маленького шарика. Или монетки на полсвосты вашего роста. Пределите эту же величину на опыте. Объясните полученный результат. То есть мы сначала рассчитываем теоретические задачи с помощью формулы. А потом проводим эксперимент, чтобы подтвердить данную формулу. Сейчас мы перейдем к решению механической задачи. Механическое движение. Задача на расчет средней скорости. У нас есть такая задача. Анализ условий. Первую половину пути автомобиль проехал со средней скоростью 60 километров в час. А вторую со средней скоростью 40 километров в час. Определите среднюю скорость В автомобиля на всем пути. Что нужно сделать? В чем вопрос задачи, во-первых, нам нужно понять? Нам нужно определить среднюю скорость В. Чему равна В средняя скорость? Вопрос задачи. Что еще нам известно? Нам известно, что В1 равен 60 километров в час. И В2 равен 40 километров в час. Что у нас еще есть? Есть ли в условии задачи еще какая-нибудь информация важная для решения? Что первую половину пути, половину пути и вторую половину пути. Как это записать? То есть мы знаем, что путь разделен на 2 равных промежуток. Как это записать? Весь путь, путь на первом участке, S делить на 2, путь на втором участке, S делить на 2. То есть два равных участка, S1 и S2, которые равны. Вот наше дано. Как мы обычно, школьники в России, оформляют задачи. Теперь выполним пояснительный рисунок. В этой задаче нет необходимости переводить единицы скорости в C. То есть обычно мы берем так. Если у нас, допустим, взято время в минутах, мы обязательно переводим его в секунды. В этой задаче, так как километры в час мы читаем времени, у нас все в километрах в час. Поэтому времени переводить из километров в метры нет необходимости. Поэтому сразу мы переходим к пояснительному рисунку. Мы видим, что общий промежуток у нас, общий путь это S. S1 и S2 равны. Мы видим, что наш автомобиль, первый промежуток ехал с одной скоростью, V1. Второй участок – V2. Посмотрим, что будет дальше. Вспомним, что значит понятие средней скорости. Вот мы сейчас в теории же разбирались, что такое средняя скорость. Сейчас мы это вспомним. По какой формуле всегда можно рассчитывать среднюю скорость? По какой? Вот так вы думаете, по какой из этих формул мы можем рассчитать среднюю скорость? Вопрос. В равно V1 плюс V2 разделить 2? Да, правильно. Да, это правильно. Первую половину пути автомобиль проехал так, вторую так. Вот мы видим, что величина, мы занесли все данные таблицы. Величина путь S – это весь маршрут, первый участок S1 делить на S2, второй участок S2 делить на S2. Скорость тоже равна. Обращаем внимание, нам известно значение величин или соотношение между ними. Нам все известно. Получим соотношение между другими величинами, временем. S равно V1 плюс V2. Первый участок V1 – это S1 делить на V1. Или S, полное S, делить на 2, V1. Второй участок E2. S2 делить на V2. Или S2 – это ведь равно S делить на 2, множить на V2. Вот мы и получили соотношение из известных нам всех данных. Подставим полученное выражение в формулу средней скорости. S делить на S2, V1 плюс S2, V2. Подставим. Сократим числитель и знаменатель на величину пути S. И получим следующее выражение. Сейчас мы приведем к общему знаменателю. Запишем окончательную формулу. И получим данное значение, с помощью которого мы можем определить среднюю скорость V автомобиля на всем пути. А это мы вывели сейчас скорость именно для этой задачи. А общую вы сказали правильную скорость. А вот для этой задачи мы вывели новую формулу, которую мы можем применить из известных нам значений. Отставим значение скорости. И получим наш результат. Сократим километр в час на километр в час. И получим результат 48 километров в час. Средняя скорость автомобиля на всем пути равна 48 километров в час. Итак, V равно S делить на T равно 48 километров в час. Такой ответ может быть? Да. Такой ответ может быть. И противоречит ли он физическому смыслу? Нет. Данный ответ физическому смыслу не противоречит. Он может быть. Средняя скорость показывает, какую скорость имела бы тело в нашей задаче автомобиль, если бы он все время двигался равномерно. Поэтому понятно, что значение средней скорости должно быть больше, чем на втором участке. Меньше, чем на первом. Это нам для проверки. Мы же видим, что 48 меньше, чем 60, но больше, чем 40. Поэтому, да, мы все расчеты сделали правильно. Вывод. Ответ не противоречит физическому смыслу. Ответ. Средняя скорость автомобиля на всем пути равна 48 километров в час. Есть вопросы по задаче? Вопросы по задаче есть? Это много задач. Подобные задачи будут у вас в домашнем задании, которые вы тоже должны будете решить. Это домашнее задание? А? Это домашнее задание. Нет, это просто мы с вами сейчас разбираем. А домашняя задача у вас будет другая задача. Которое вы должны будете решить сами. Хорошо. Давайте, если есть вопросы, вот мы еще раз разберем. Мы делаем пояснительный рисунок. Вот, делали пояснительный рисунок. Поделили весь путь на два одинаковых пути. То есть поделили на два пути. С1, С2. Два одинаковых пути. И вот у нас есть скорость. Разная скорость на первом участке. Другая скорость на втором участке. Они различаются. Они нервные. На V1 у нас 60 километров. V2 у нас 40 километров. Общий путь S. Вот. V1, V2. Мы нарисовали рисунок. Всегда так же рисуйте рисунок, чтобы вы понимаете, как и что делать. Вспомните, что значит понятие средней скорости. Мы знаем, что общий вид средней скорости имеет вид V1 плюс V2 делить на 2. Это для равномерного движения. Для равномерного движения. V равно S плюс, или первая формула, S делить на T. Для равномерного движения. В данном случае мы используем не равномерное, а равноускоренное движение. То есть у нас разные скорости на нашем участке S. И поэтому мы должны вывести новую формулу. Понять, как она выводит. То есть вывести формулу 3. Мы будем ее выводить 3. Эта формула равномерная. Это тоже равномерное движение. А вот для такого движения, где скорости на разных участках различны, мы должны эту формулу выводить. И мы начинаем записывать. Чему равен нас весь маршрут? Он равен S. Первая половина, 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 то есть S мы должны поделить на 2. Вторая половина, S делить на 2. Время на 1-м участке T1 и T2. Они не равны. Время разное. V1 на 1-м участке тоже. Они не равны. V1 на 1-м участке. V2 на 1-м участке. Нас равен только S1 равно S2. Обращаем внимание. Нам известно значение величин и соотношение между ними. Получим соотношение между другими величинами. Время. Мы знаем, что да. T равно T1 плюс T2. T2 равно S2 делить на V2. Равно S делить на 2 V2. Вы поняли, как мы получили вот это выражение? Мы вместо S2 подставили вот это значение. И получили вот данное значение. Теперь мы записали, что весь маршрут у нас T равен T1 плюс T2. T1 у нас равно S делить на 2 V1. Второй участок T2 равно S делить на 2 V2. Поставим полученные выражения формулы средней скорости. Мы берем для равномерного движения скорость. Обычную стандартную скорость. Обычную для равномерного движения. И подставляем. S равен T1 плюс T2. Логично. Мы же знаем, что T1 плюс T2. И подставляем вместо T1 значение. Это и значение второе. S делить на 2 V2. Вот мы получили данную формулу. Сокращаем теперь. Сократили числитель и знаменатель. И получили следующую формулу. После сокращения. Теперь приведем к общему знаменателю. Мы все знаем. Так как приводится к общему знаменателю. Знаете, как приводится к общему знаменателю? Вот. Общий знаменатель у нас. 2 V1 на V2. То есть мы перемножаем 2 V1 на V2. Теперь мы смотрим. Чего здесь не хватает. 2 V1 есть. Значит мы пишем V2. Плюс 2 V2 есть. V2 2. Значит там не хватает V1. Запишем окончательную формулу. Вот мы ее записали. Мы перенесли так, как здесь будет 1. Мы переворачиваем просто дробь местами. Переворачиваем. И получаем уже конечное наше значение. И получили, конечно, наше значение для равного ускоренного движения. Чтобы найти среднюю скорость. Запомни. Да, это формулы. Это средняя. Скорость. Для равного ускоренного. Движения. Где S1 равняется S2. С2 равняется S делить надо. Эту формулу нужно нам запомнить. Теперь мы подставляем. В данную формулу известное нам значение. В1. В2. В2. Вот и поставили. 60, 60, 40, 40. И вот вытисляем. Получается здесь 120 умножить на 40. Это получается 4800. 4800 делим на 100. Отнимаем два знака. Два нуля. Получаем 48 километров в час. И здесь мы должны сами после того, как мы получили ответ, мы должны сами себя проверить. Может ли быть таким ответом? Не смущает ли он нас? Нет, не смущает. Он все подходит. Он все с ним нормально. И противоречит ли он физическому смыслу? Нет, потому что средняя скорость, она меньше, чем первая скорость, но больше, чем вторая скорость. Нет, она не противоречит. Средняя скорость показывает, как скорость имела бы тело, в данном случае автомобиль, если бы он все время двигался равномерно. Поэтому понятно, что значение средней скорости должно быть больше, чем на втором участке и меньше, чем на петре. Ответ не противоречит. То есть, средняя скорость автомобиля на всем пути равна 48 километров в час. Так что, я сейчас более подробно объясню. Вам более понятно не стало? Понятно? Да, да. Отвечу. Да. Все отлично. Теперь давайте подведем итоги. Вспомним, какое решение наше задание. Какое было наше решение? Анализировали условия, записали его в кадрой форме сначала. При этом нашли ключевые слова, которые помогли нам получить полную информацию о явлениях, описанных в задаче. Сделали пояснительный чертеж, рисунок. Нашли основную формулу, необходимую для решения задачи. Выяснили, какие физические величины нам неизвестны. Нашли математические выражения, связывающие неизвестные величины с известными. Ставили полученные выражения в основную формулу и произвели математическое преобразование и вычисление. Проанализировали полученный результат на соответствие физическому смыслу. Записали окончательный ответ. И все, и задача у нас решена. Используйте данный ход решения при решении задач, которые будут сталкиваться независимо от механика, электричества, монетизма, ядерная физика. Без разницы. Этот ход решения поможет вам грамотно и точно выполнить все задачи. Вернемся к обсуждению вопросов формулы средней скорости. По какой формуле всегда можно рассчитывать среднюю скорость? Всегда. По какой? По какой формуле из трех можно всегда рассчитывать среднюю скорость? С 1. Да, из первой формулы. Всегда можно. В любом случае. Always. Всегда. Ключевым словом является слово всегда. Первая формула является определением средней скорости именно поэтому только ее можно использовать всегда. Навсегда. И уже в нее в зависимости от того, какое ускорение, какое равноскоренное, равномерное движение мы будем ее считать. Третью формулу мы получили при решении нашей задачи, воспользовавшись условием, что весь путь состоит из двух равных участков. Первая и вторая половины пути. То есть мы сказали, что S1 равно S2. Да. И это равно S делить S на 2. 2. Да. При каком условии можно использовать вторую формулу, как уметь и решив задачу, приведенную на следующем слайде? Вторую и третью формулу эти можно не учить, потому что они имеют частный характер. Можно их не запоминать, потому что они и выводятся в зависимости от частного характера. Их надо выводить при решении, как мы сделали его этой задачи. Задача для самостоятельной работы. Первую половину пути времени автомобиль движется со скоростью 60 км в час, а вторую со скоростью 40 км в час. Определить среднюю скорость в автомобиле на всем пути. В чем отличие от предыдущей задачи здесь? Я не понимаю. V равна V1 плюс V2 разделить... Да. Вот смотрите. Вот здесь... Вот здесь... Времени. Времени T. Время. Первую половину времени. То есть здесь T1 равен T2 и равно T делить на 2 времени. Тогда мы можем определить среднюю скорость в среднюю. Времени Т1 равна V1 плюс V2 делить на 2. Времени Т1 равен T2. Если... То есть если... В... Средняя... В... 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 Ой, если... Давайте я напишу по-другому. Т1 равен T2 и равен T2 и равен T2. T2. T делить на 2. T2. T делить на 2. То... В... 1 плюс... В... 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 в этом и как бы за главная загвозд главная причина задач это вы запомнить все сегодняшнее занятие наше завершено я выложу материал вам отправлю его в группу а также я размещу его в нашей таблице здесь я обозначу ссылку на запись сегодняшней практике здесь на запись лекции будет ссылка а здесь будет ссылка на с для решения задачи следующая пара у вас будет через неделю у вас на 12 13 марта также она состоится у вас в 1450 ссылка будет та же самое на подключение то же самое поэтому вы в 1450 по московскому времени подсоединитесь к зуму да все есть вопросы сегодняшнее занятие всем спасибо вам за участие всем кто принимал участие в тем кто подсказывал говорил спасибо вам всем весь материал я вам до свидания пока пока